Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 85-й день рождения отметила почетный гражданин Ленинского района Антонина Ивановна Головистикова. Это человек, у которого до сих пор учился. Посетители Развилковской библиотеки встретились с Анатолием Богдановым, почетным жителем и первостроителем поселка. Здесь мы строили магазины, учебно-курсовый комбинат, там стоит такой большой. Как программа «Активное долголетие в Подмосковье» работает в центре «Вера». Закрывая глаза, фиксируем внимание на центре желтая. 85-й день рождения отметила почетный гражданин Ленинского района Антонина Ивановна Головистикова. Большая часть ее жизни связана с работой в Молокове. Она проделала путь от пионервожатой в школе до председателя сельского совета. С юбилеем Антонину Ивановну поздравили друзья и, конечно же, бывшие коллеги. Антонина Ивановна проработала в Ленинском районе 48 лет. 24 года она отдала Молоковской школе и столько же местному сельскому совету, где была председателем. Говорит, историю своей жизни представить иначе просто не может. Именинница любит вспоминать молодые годы, хоть и не всегда было просто. Нелегко, конечно, 24 года быть у власти, но всегда старались и думали о людях, для которых можно было сделать так, чтобы жизнь их была более комфортной. Юбиляра поздравил заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев, который хорошо знает, как работала Антонина Ивановна. Это человек, у которого надо до сих пор учиться. Своим трудолюбием, своим отношением к делу, своим патриотизмом. Она правильно сказала, вот мы сейчас много говорим о благоустройстве, а ведь все она здесь начала. Эзофикации, электрификации, да, и дороги, и жилье. Все это был при Антонине Ивановне. Замечательный человек. Алексей Петрович также вручил Антонине Ивановне памятную медаль в честь 90-летия Ленинского района. В районном историко-культурном центре прошла отчетно-выборная конференция Профсоюза работников здравоохранения Ленинского округа. Мероприятие приурочено к грядущему 90-летнему юбилею профессиональных союзов Московской области. Побывала на конференции и наша съемочная группа. На отчетно-выборную конференцию Профсоюза работников здравоохранения Ленинского округа собрались делегаты от семи лечебных учреждений муниципалитета, приглашенные гости и представители администрации. Исполняется 90 лет нашему профсоюзу подмосковному. И вот это связано с проведением отчетно-выборной кампании во всех муниципальных образованиях Московской области. Вот одно из последних уже это вот сегодня здесь в Ленинском районе. На повестке дня отчетные доклады председателя, то есть мой, и ревизионной комиссии. А также выборы председателя, заместителя комитета профсоюзного и выдвижения в областную организацию профсоюза. Конференция началась с приветственного слова заместителя главы администрации Альберта Гравина. Он отметил, что несмотря на произошедшие в последнее время изменения, органы местного самоуправления продолжают оказывать необходимую поддержку и помощь медицинским учреждениям и их работникам. Управление здравоохранения всех вывели из причинения, из организационной, так скажем, структуры администрации, то есть их причинили в Московской области. Но это никаким образом не отразилось на наших взаимоотношениях, взаимоотношениях органов местного самоуправления с медициной, отношениях людей. За последние два года медикам было предоставлено 25 служебных квартир, а 70 сотрудникам компенсировалась плата за наим жилья. Благодаря тесной работе с райкомом профсоюза администрация района утвердила положение о предоставлении медикам жилья по договорам коммерческого найма. А регулярные проверки, инициированные профсоюзом, позволили устранить 48 выявленных нарушений. Большую работу, точнее, проводит профсоюз – это и оздоровление, но все-таки основное – это защита трудовых прав сотрудников. На данный момент в профсоюзе состоят 1137 медиков из более чем 2000 работающих в округе. Это третий по численности отраслевой профсоюз в нашем муниципалитете. На конференции присутствовало 44 делегата от всех медицинских учреждений округа. Особо отличившимся из них вручили почетные грамоты и медали Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Посетители Развилковской библиотеки встретились с Анатолием Богдановым, почетным жителем и первостроителем поселка, который живет здесь вот уже 70 лет. За это время под его руководством были построены жилые дома, бассейн, возведен храм. Подробнее в нашем сюжете. Анатолий Богданов для поселка Развилка – личность выдающаяся. Вместе с мамой, будучи мальчишкой, он приехал сюда из Москвы ровно 70 лет назад и всю свою жизнь посвятил развитию и становлению поселка. Неудивительно, что встреча с ним в стенах Развилковской библиотеки вызвала большой интерес. Анатолий Васильевич – это не просто житель, это первостроитель нашего поселка. Ведь поселку всего 72 года. И 70 лет он здесь живет. То есть он его строил. Он строил здесь храмы, он строил дома. Поэтому мы этого человека считаем действительно великим человеком в масштабах, конечно, нашего поселка и Ленинского городского округа. Под руководством Анатолия Богданова были построены многие объекты, которые сегодня олицетворяют поселок и уже давно стали привычными глазу местных жителей. Здесь мы строили магазины, ученый курсовый комбинат, там стоит такой большой база Уорс, который сейчас ГАСНКОМ называется, вот это огромное, так сказать, это все мы построили. В Развилке родились и выросли дети первостроителя. Благодаря отцу они впитали любовь к своей малой родине и теперь тоже трудятся на благо поселка. Я хотела сказать спасибо нашей библиотеке за то, что они делают такие мероприятия, к ним приходят люди, жители нашего поселения и рассказывают и о поселении, и о себе. И, в общем, я считаю, что это большой вклад вообще в жизнь, в культуру нашего поселка Развилка. Во время встречи Анатолий Богданов рассказал о трудовой жизни, поделился воспоминаниями о своих друзьях, показал старые фотографии. Выступление не было монологом. Все присутствующие задавали вопросы и делились своими впечатлениями от услышанного. Интересно было узнать о том, как раньше проходил досуг посельчан. Каждый вечер мы с детьми, дети там играют, а мы в волейбол играем, кто в баскетбол, кто в городки. Вот это все было в лесу. Особенно близка беседа была старшему поколению, ведь это возможность вспомнить свою молодость. Я, например, живу на Развилке недавно. Я не могу сказать ничего про то время, когда он рассказывает. И мне это очень интересно, потому что теперь я живу здесь и, в общем-то, не собираюсь никуда переезжать на данный момент. И поэтому мне все интересно. В завершении мероприятия Анатолию Богданову вручили памятную медаль в честь 90-летия Ленинского района. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. С 10 июня 2019 года в Московской области работает программа «Активное долголетие в Подмосковье». Благодаря ей у пенсионеров появилась возможность бесплатно заниматься в различных спортивных секциях, в том числе и не совсем привычных для представителей пожилого возраста. На занятиях по йоге в Центре социального обслуживания «Вера» побывал наш корреспондент Максим Козлов. Порядка 500 человек в Ленинском городском округе вовлечены в программу «Активное долголетие в Подмосковье». И десятки из них выбрали в качестве главного увлечения – йогу. Закрывая глаза, фиксируем внимание на центре живота. Занятия йогой проводятся в Центре Веры три раза в неделю по полтора часа. Правда, поначалу урок длился не более 40 минут, но постепенно нагрузки увеличились. Преподаватель Сергей Армашов признается, работать с пожилыми людьми нелегко, но приятно. Мне интереснее заниматься с людьми более старшего возраста. Хотя, как бы, можно сказать, вроде бы легче, может быть, теми, кто уже все знает. Но здесь, скажем так, люди, они доброжелательные очень, они очень открытые, как бы от них идет энергия. Вот, они как бы хотят делать, и я им просто в этом помогаю. Лилии Александровне Ивановой 72 года, и со спортом она, что называется, на «ты». Еще в 28 лет решила каждый день часть времени посвящать физическим нагрузкам. Занималась и гимнастикой, и бегом, и фитнесом. А теперь вот очередной этап – йога. Естественно, с поправкой на возраст. Для меня силовые упражнения трудны, а вот пластика – это то, что и нужно для пожилых людей. Суставные упражнения – это самое главное в нашем возрасте. Если мы раньше делали только руками, то сейчас я уже могу головой достать пол, стоя. В рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» люди пенсионного возраста имеют возможность бесплатно посещать творческие и обучающие кружки, спортивные и экскурсионные мероприятия. И занятие древнеиндийским искусством здесь занимает особое место. Йога является актуальной на сегодняшний день. Она вошла в топ-10 по исследованию Московской области. Люди пожилого возраста сами выбрали эту активность и считают ее наиболее востребованной. А подтверждением тому является работа клуба йоги на нашем учреждении уже более года. В Ленинском районе бесплатно заниматься йогой пожилые люди также могут в досуговом центре «Мечта» поселка Измайлово. Для этого нужно просто подать заявление в Центр Вера и получить направление на занятия. Программа стартовала в июне 2019 года. Она призвана разрушить стереотип о том, что место пенсионеров на лавочке у подъезда. Теперь каждый из них может выбирать себе занятие по душе. Даже такое не совсем привычное для пожилых людей, как йога. Максим Козлов, Александр Логинов, Видное ТВ. 26 октября 2019 года состоится единый день диспансеризации. В рамках мероприятия все, кто не прошел диспансеризацию в назначенный период, имеют возможность пройти медицинское обследование за один день. Диспансеризация проводится по полюсу ОМС бесплатно в поликлиниках и амбулаториях, расположенных в городских и сельских поселениях. В поликлинике города Видное, амбулаториях поселков Развилка, Володарского, Молокова, Дрожжино, Горки-Ленинские, Измайлова и Бутова парк. При себе необходимо иметь паспорт. На сегодня это все новости. С вами был Дмитрий Книга. Увидимся!